Конечно, конечно, давайте все-таки определимся, почему я сюда пришел, почему я вам это дело показываю, потому что я любитель правды, да-да-да, я любитель правды, но живем мы в 33 как года, уже случилось в атмосфере воровства, и слава тебе Господи, что у нас появился интернет, да-да-да-да-да, и вы думаете, что воровство это только там, наверху? Нет, господа мои, помните мой предыдущий сюжет, где я вам объяснил, сколько у нас стоит должна цена свинина, оптовая цена свинины, это примерно 117 рублей, это охлажденная свинина, замороженная свинина падает в цене еще, ну, примерно, наверное, процентов на 30-40, то есть охлажденная свинина должна стоить, ну, примерно 70 рублей. Оу, не торопитесь, не торопитесь, я в одной конторе пришел, и после того, как человек посмотрел, наверное, в российском телевидении, наверное, в Магнитогорском телевидении, наверное, на телеканале «Звезда», на телеканале «Терра», который перешел сейчас уже с эфира и стал работать уже в кабельном канале, то есть он сказал «О, вау, вау, вау», ему сразу позвонили, а что это, 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 что это? и он сразу ценник поднял, из свинины, которая раньше стоила замороженная 99 рублей, он поднял ее на 164 рубля. Я не думаю, что кто-то ее купит, потому что он, скорее всего, подставил своих товарищей, которые у него занимались, потому что редкие товарищи с мозгами работали. По одной простой причине, вы почему-то меня не все смотрите, хотя я для вас все это дело делаю, естественно. А, вот, сейчас вам будет веселье, сейчас разлуки. Когда мне уже договорят, что стоит оптовая цена крупного рогатого скота, объясняю, что крупный рогатый скот, охлажденное мясо, стоит 174 рубля, ну, примерно. Если мы берем из разряда ценников Черкизова, ну, берите, посмотрите внимательно. Не сложно, в интернете побейте, никаких проблем. Когда вам внедряют ценники 500-600 рублей, либо вы идиоты, либо я. Но, скорее всего, я не идиот. По одной простой причине, в связи с тем, что я кое-что вступил, не так давно мне сказали, сколько людям рассчитали. И людям рассчитали, заплатили ровно столько, сколько была оптовая цена охлажденного мяса. То есть, бычок вырос, хороший такой, серьезный, и человеку заплатили 80 тысяч рублей. А дорогие, это случилось. И вы даже никуда не прыгаете, потому что вам покажут оптовые цены. И все, и приехали. А розничные цены, розничные цены для чего? Для того, чтобы вас обмануть. Другой вариант, тоже интересный. Когда я захотел купить себе, когда я захотел себе купить фасоль, фасоль, сейчас, вы должны понять, что такое фасоль, да? Обыкновенная штучка, она не может стоить дороже, чем свинина, которая выращивается, в которой деньги вкладываются. Мне сказали, что она стоит 280 рублей. Я говорю, вы реально с какого перепуга-то упали-то? Я захожу в интернет и показываю, что на Кубани эта фасоль продается по цене 65-80 рублей за килограмм. Либо вы, идиоты, либо я. Да, но тема-то немножко другая. А тема в чем заключается? Тема заключается в том, что, как бы вам сказать, почему нас обманывают? Вот этот вопрос. То есть, я человек, который не любит обманывать, а нас почему-то обманывают. Да, Алексей? Да, Юрьич? Да, дорогой мой. Да, дорогой мой. Какие у нас проблемы возникают? Да-да-да, нас везде и всюду обманывают. Сейчас я не буду рассказывать вам. А хотя расскажу про цену газового топлива. Так вот, газ у нас стоит примерно 8-9 рублей. Оптовая цена. А сколько вам в тек... Я, может быть, немножко что-то поменялось, но я не доезжаю, о чем идет речь. Естественно, вот тоже, да, вот. На ком, на ком? На вас, на вас. Леха, ну, Леша, ну, хватит махать передо мной руками своими. Ты давай, давай, потихонечку уходи, а потом они будут беседовать с тобой, естественно. Чуть позже. О-о-о. Вот, вот. Уходи, 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 уходи. Уходи. Все, хватит. Ой. Чуть-чуть. Шломали сейчас немножко. Ну, да ладно. То есть вас уже на газу-то поименивает. То есть, ну, сами думайте, ребятки, о чем идет речь. О чем идет речь. Ничего не буду говорить, но вот мне возникает другой вопрос. Мне когда говорят, Решенька, ты немножко своеобразный человек, я не столько своеобразный человек, я первоначально занимался чем? Я первоначально работал видеоинженером, а уже потом залез, куда нужно будет. Почему я туда пошел? Это была тема отдельной беседы. Но когда я пришел туда, вот, я сначала стал видеоинженером, научился это делать. И первый свой рекламный ролик в городе Магнитогорске, догадайтесь, кто сделал. Ну, естественно, дядя Леша. Не слышали, челеки такой. Слышали, может быть? Ну, ладно. Не в том суть событий. А, теперь вы хотите посмотреть, как я делаю рекламные ролики. Вот, это будет сейчас красиво и ровно. Первоначальные характеристики моих сюжетов были в чем? Я всегда желал, чтобы у меня был самый крутой, самый ответственный, самый навороченный оператор. И такой был, Валерий Юрьевич Гемиверт. Первый ролик будет от него. А уже потом, ну, чтобы вы действительно немножко чуть-чуть поняли, о чем идет речь, я вам показываю свои рекламные ролики. Если вы сегодня, сейчас сможете это сделать, ну, может быть, это будет хорошо. А если нет? А если нет? А если вы хотите прославиться, если вы хотите показать, что вы крутые, и это должен быть отличный продукт, отличный продукт с мозгами, естественно. Мозги-то у меня тоже есть, как вы думаете, естественно, они есть. Так, к кому вы должны обращаться? Обращайтесь к кому. Я, конечно, это сделаю. Настолько ровно, настолько красиво, настолько уникально. Я не буду говорить, что я настолько серьезно уникален. Нет, господа мои, у нас есть очень хорошая местячка, то. И я перед ними снимаю свою шляпу. И местячка это далеко не Москва. А местечко это называется Владивосток. Вот как там делают рекламу. А пока вы посмотрите. Посмотрите. Не сильно много, но посмотрите. Я за соломинку держусь Коктейля позабытый вкус Горит на столике свеча Вновь собрались мои друзья Старое кафе Верные друзья О них нам забывать нельзя Среди забот, среди дорог Старое кафе Верные друзья Они как прежде ждут меня В кафе с названием Теремок Кафе Теремок приглашает вас провести незабываемый вечер с друзьями К вашим услугам бильярд, караоке, живая музыка Кафе Теремок Проспект Карла Маркса, 176, дробь 1 Телефон 30-3177 Управление культурно-оздоровительных учреждений ОАО «Магнитострой» Предлагает магнитогорцам и гостям города насладиться зимним отдыхом на природе Карагайский Бор, озеро Банное и, конечно, Абзакова ждут вас Горные лыжи, уральская природа и чистый воздух Санатория Орленок, дома отдыха Банное, пансионата «Строитель» Предлагает вам ОАО «Магнитострой» Улица Гагарина, 50 Телефон 37-73-50 Впервые в Магнитогорске на отечественном предприятии Изготавливается мебель, отвечающая высочайшим требованиям евростандарта ЗАО «Товары народного потребления» на самом современном оборудовании Выпускает престижную и модную мебель лучших моделей Кухонные гарнитуры, мягкие уголки, спальни, офисная мебель За реальные деньги в фирменных магазинах Дом мебели «Завинякина-12», «Умка» «Ленина-18» и «Гамма» «Ленина-15» Телефон 34-17-11 Автосервис «Хонда» предоставляет все виды услуг по обслуживанию вашего автомобиля Жестиносварочные, слесарные работы, регулировка развала и схождения Диагностика, подбор автоэмали и окраска автомобилей Широкий выбор запасных частей для машин японского производства Стоматологический центр «Дэнс» Ваши зубы будут сиять здоровой белизной, как никогда Благодаря использованию самой совершенной современной техники и безупречному искусству врачей Стоматологический центр «Дэнс» Переулок Сиреневый, 21 Салон-магазин «Качественная мебель» Здесь вы найдете все, что необходимо для изысканного интерьера вашей квартиры или дома Мягкие уголки, обеденные зоны, спальные и кухонные гарнитуры, стенки и прихожие по качеству отделки и надежности Не уступающие образцам самых знаменитых зарубежных фирм Наша мебель уступает им только в одном – цене Автовым покупателям предоставляются значительные скидки Качественная мебель, разумная цена Улица Полевая, 2 Владельцы автомобилей иностранного производства Эта информация для вас Сервисный центр «Лимузин» предлагает обслуживание и ремонт ваших машин Оригинальные запчасти, все необходимые жидкости и масла, оптика и жесть Поставка любых запчастей на заказ в короткие сроки Импортное оборудование, квалифицированные специалисты Сервисный центр «Лимузин» улица Чкалова, 55 Магазин «Лимузин» улица Суворова, 106 Голливудская улыбка Голливудская улыбка от восторга нет слов И теперь уже не пытка лечения зубов Аппараты современные боли нет Ваши зубы излучают бриллиантовый свет Даже камень вам помогут разгрызть в момент В стоматологическом центре «Дэнс» Сервисный центр авторынка «Велк» Производит жестяно-сварочные работы любой сложности Рецензионный подбор автоэмалей ведущих мировых фирм «Дюпон» и «Мипа» Неизменное высокое качество выполнения кузовных и окрасочных работ Гарантируют профессиональные специалисты Авторынок «Велк» улица Московская, 1 Телефон 296415 Мы не только продаем автомобили Вы устали от черного? Я хочу обувь для настроения Обувь всех цветов радуги Смотрите, вот эта обувь Такая разная, еще, еще, еще Вот это класс! Сколько красивых и модных моделей В салонах «Амаде» и «Дефиле» Действительно классная обувь лучших мастеров Такого разнообразия трудно отыскать Посмотрите, какие сапожки! Хочу еще, еще, еще Ну что такое? Опять черное? Да, есть и черное Но это уже серьезно Амадеи, проспект Ленина, 51 И «Дефиле» Проспект Карла Маркса, 60